к инициации посвящения следующий вопрос следующий вопрос как и я говорила что что такое инициации посвящения на самом деле это прямое взаимодействие все посвящения проводят для вас мир существа и поэтому вы проходите с ними напрямую напрямую потому что каждое посвящение до казалось бы казалось бы я произношу посвящение для всех одинаково но на самом деле есть множество различных моментов когда сверх существа захотят передать вам что-то индивидуально поэтому так и происходит когда передают какие-то атрибуты до что они различные для каждого также вы будете делиться в чатах что это по-разному происходит но сразу это не означает что кого-то любят меньше а кого-то больше это знаете как многодетность в семьях детишки сразу вот ага ему вот это вот дали а мне детали значит меня не любят и здесь такого нет ну во-первых кроме вас на самом деле никого здесь не существует того кто своими ушками этот голос того кто глазками смотрит да на этот чат на эту нашу картинку это во первых то есть по сути все время это вы собираете свои части это вы всегда собираете свои атрибуты во вторых во вторых вы просто за счет того что вы не будете оценивать и сравнивать на самом деле вы можете и не знать вам могут пока не показать потому что введение ясновидение это присутствие сущности которая показывает не человек видит не вы видите как ясновидящие вам показывают вот верно так как оно есть и таким образом вам могут просто не показать этого потому что им лучше знать как вам давать и вы можете не знать что вам на самом деле дали просто ну невероятно просто скопление звезд целое созвездие вам просто в дар принесли понимаете поэтому пожалуйста то что происходит здесь просто не оценивайте и безусловно что именно на посвящениях и инициациях присутствует множество множество ваших кураторов наставников из различных ваших воплощений именно они здесь вас и собрали и просто в это время в котором воплотились мы с вами это невероятное полное чудес удивлений именно чудес проявленных поэтому будьте готовы быть с открытым сердцем будьте готовы слышать то что вы ранее не слышали потому что очень очень многое передается с высших измерений но уже даже вот в этом году и да и в прошлом году уже конечно было проще потому что множество сознание действительно действительно подготовлено потому что сверх сверх существа беспрестанно беспрестанно трудится в это время великое время перехода сознания и вот следующий у нас вопрос как раз мнение сомнения оценки рассуждения в принципе я на него уже ответила что когда мы рассуждаем вообще мнение сомнения оценки это яды потому что ум пытается оценить ум пытается рассуждать дать целое полотно оценок своего видения своего мнения и это тоже процесс эволюции того или иного сознания это не есть плохо не есть хорошо это просто оно просто есть но если вы хотите чтобы как можно больше сверхсуществ просто заполнило ваше пространство чтобы даже и места не было даже малейшей клеточки где нет этого живого присутствия так освободите тогда это пространство с полным доверием с полнейшим доверием и благодарностью просто благодарность в тот момент когда вам хочется сделать какое-то рассуждение по поводу или оценки чего-то происходящего особенно если вам кажется эта картинка какой-то негативной вы в этот момент лучше поблагодарите просто поблагодарите особенно в этот даже момент даже та и примите принятие вы помните что самый главный наш ключ с которым мы начинаем идти мы полностью все принимаем именно когда даже в моменты дуальности в моменты когда человеческое сознание застряло в различных мерностях играх даже тогда это работает когда человек говорит я принимаю действительно принимаем сердцем то что оно есть и почему так происходит я как раз сейчас вам расскажу это в процессе карма потому что это служит карма в мире дуальности она служит во спасение душ и вот когда человек это принимает то тот эгрегор да мы уже сейчас начнем говорить что это та пирамида сознания которая была поставлена на в данной координате времени да человека то есть это те сущности они просто отступают потому что именно борьба со всем происходящим именно жалобы того что есть именно непринятие а в основном это все-таки борьба люди борются сами с тем что они прописали с тем что они создали сами то безусловно это совсем другая история и вот я плавно перешла как раз читаю следующий вопрос мы о нем говорим матрица сознания что это значит пирамиды вот мы и говорим о пирамиде на самом деле это огромные огромные террасы пирамид которые находятся на различных мерностях сознания сейчас вы знаете что да время перехода сознания это время рассвета но также было время заката сознания когда сознание пало золотой интеллект у вас был у каждого это не что-то для вас новое это прописано на ваших клеточках и соответственно это просто будет раскрываться в памяти в клеточках и очень быстро замещаться и тем самым мои родные просто произошло вот это падение сознания опять же по доброй воле и в тот момент ставились пирамиды ставились пирамиды темных они ставились повсюду на некоторых людей просто там по множеству различных этих пирамид и никто никогда никогда никто ни один человек никогда не узнает и не мог узнать да кто какую какая сущность какая цивилизация какой разум а все это инопланетные разумы да используя данное тело какие то существа на самом деле кто в этот момент прибывает кто вибрирует эту мысль кто вибрирует это действие кто убивает кто создает воины кто еще что то там делает да вот так просто полная слепота полное забвение и сейчас это возвращается обратно как мы говорим по спирали сознания да ДНК РНК пирамиды пирамиды темных еще в 2017 году полностью были убраны а точнее если говорить так как оно есть просто это на таком понятном языке это никуда не уходит ничто никуда не девается она находится в своей мерности там где ей положено быть в той мерности а была перенесена просто в другое измерение сама голограмма проекция планеты и всех кто находит соответственно многие люди определенное время находились в таком подвешенном состоянии когда они вообще не знали что им делать ну конечно они не знали что происходит в том плане когда имя не управляют сейчас пришло время раскрытия этих знаний со сверхцивилизаций цивилизацию цивилизацией цивилизацией создателя когда раскрывается знание и теперь каждый человек доходит до может дойти да у каждого для этого свое есть время свои координаты мы на это не воздействуем до того сознания выйти полностью из всей пирамиды и сам управлять своим сознанием пирамида имеется ввиду пирамида сознания и вот она имеет свои определенные мерности она при имеет свои низкочастотные низковибрационные мерности сознания в общем то которые и проходят в мире дуальности это до девятого измерения до девятого измерения это мир дуальности все измерения да они по-разному выглядят они как физическом теле так вне физического тела но так или иначе это еще измерение мерности опытов дальше когда мы выходим 10 измерения и до 21 это уже идет мерности единства там уже идет абсолютно полная сборка здесь уже идет взаимоотношение со сверхсуществами которые как мы говорили на низковибрационных всех слоях уровнях низковибрационные существа они используют тела через свои пирамиды сознания как такие энергетические выкачку энергии там есть вот как раз о чем говорят эгрегоры да вот это множество различных эгрегоров которым там люди из воплощения воплощение из всех своих там действий а подключены к различным можно даже в это не вдаваться но сам факт и есть такие моменты когда действительно просто издеваются над людьми когда им они думают что они там общаются с кем-то они все время что-то обещают на это обещанное не приходят человек расстраивается у него там истерики еще что-то выкачка энергии потом на этих мерностях выкачка энергии с одной пирамиды другой то есть когда люди друг друга вампирят и так далее и вообще множество различных войн борьбы всего этого возможного и невозможного это все происходит в этих мерностях высоких мерностях когда на ваше тело полностью замещает сознание да приходят сверх существа естественно что низковибрационные они просто не могут находиться на одной частоте это все равно что да вот как от солнышка да что просто они не могут они покидают или переплавляется чаще просто покидает и покидает сознание эти мерности эти мерности остается там вы продвигаетесь выше там уже совсем другая жизнь там взаимоотношения выстраиваются все нити самое главное это наши 12 спиралей днк нити которые необходимо нам соединить в один световой пучок и следом идет 13 да нить это уже вот сознание христа и все это проходит только лишь в этих мерностях на этой планете есть только один сценарий через который проходит потому что только лишь он заложен если интересно можете написать вопрос попрошу дашулю включить в наши вопросы я расскажу следующий раз почему так это заложено в плато гизе плато люксора и под сфинксом вход всего один это как раз через девятое измерение сфинкса которые вот заложены эти туннели сознания если бы они не были бы спроецированы здесь на планете если бы они бы не были здесь заземлены и не было бы проделаны это сверхсуществами христа расы то естественно и не могло бы вершиться данного перехода обратно в дом изначальную клетку и таким образом таким образом когда проходят все туннели на самом деле эта работа проходит не извне а внутри и происходит выход собираются все тела и уже происходит этот выход этот выход происходит навсегда как только это сознание готово и все потом идет адаптация адаптация на земном плане происходит где-то в среднем около года скажу вам так вообще 364 дня как 364 цивилизации которые курируют вообще процессы да на земле поэтому и 364 дня но не в этом суть в среднем около года занимает момент перестройки когда в вашем пространстве полностью все кадоны все что было прописано в ваших хромосомах в клетках все это все 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 полностью как бы остается в старых решетках времени и в новых это все быстренько простраивается это достаточно быстро при тех скоростях скоростях да при которых сейчас это возможно делать на планете это очень быстро очень быстро когда перестраиваться полностью ваше пространство то есть через год вы уже вообще просто понимаете что это абсолютно другая жизнь что вас окружают другие люди и те люди родные и самые близкие любимые которые раньше находились с вами приносили с вами вам страдания они становятся другими у них меняются судьбы и это неизбежно и вы поймете почему вот таким образом это работает и как вход один так и выход один вот так я вам скажу относительно этой матрицы сознания и под силу под силу это только лишь сверх 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 существа если быть вот прям вот как оно есть вот да золотой интеллект и носителем которого который только вот может через вот носителя действовать поэтому очень многое зависит от вашего выбора еще раз любимые родные еще еще раз я вас безмерно люблю мы вас безмерно любим никто вам не будет здесь говорить что ай-яй-яй-яй-яй вы там у нас было домашнее задание или надо было сделать там инструкции или что-то переписать мы будем момент у нас будут моменты где нужно будет потрудиться трудиться это вы будете трудиться свою эволюцию души вашего пространства разворачиваем и никто вам не скажет здесь как в школе или как в тренингах вы не прошли этот уровень или еще что-то нет все абсолютно на ваш выбор на вашу осознанность на вашу ответственность на то как вас ведут на то как вибрирует ваше сердце как я вам сказала как вы взаимодействуете в чате на то насколько вы готовы с какой самоотдачей вы готовы взаимодействовать с высшим разумом со сверхсуществами наблюдают все наблюдают каждую мысль все естественно в нашем пространстве все она знает высшее изначально подлинное я оно все знает его невозможно ни обмануть ни обхитрить ни ничего невозможного такого что человек привык в земном плане поэтому здесь будет зависеть от вас насколько вы будете как мастер отрабатывать навыки насколько вы готовы целиком посвятить себя хотя бы это время потом вы просто сами вы осознаете все это действительно волшебство насколько вы готовы уделить действительно отдаться вот этой крепкой связи золотых нитей на вашего обратного воссоединения которые были разрушены разорваны и в